здравствуйте здравствуйте дорогие друзья дорогие слушатели русского подкаста добро пожаловать русский подкаст меня зовут татьяна климова и если вы хотите получать видео и подкасты каждые 5 дней приходите в мой клуб русская дача для самых позитивных и мотивированных людей а сегодня мы будем говорить о самом прекрасном самом невероятном природном явлении это северное сияние природный природное значит то что мы видим на природе это географический феномен это может быть что-то в небе или в лесу или на земле природное явление явление значит феномен что то что мы видим невероятное природное явление значит какой-то феномен который мы видим это что-то очень красивое и мы будем говорить сегодня о северном сияние давайте начнем север вы знаете у нас есть север юг запад и восток когда мы говорим о нашей планете о планете земля у нас там есть север и у нас есть северные регионы земли есть южные регионы есть северные сияние сияние это свет это тип света но обычно это свет который не стоит на месте а он двигается и он не стабильный он меняется сияние например если вы гуляете около моря и есть солнце то мы видим солнце в воде и солнце сияет мы видим сияние солнца в воде также если человек очень счастлив очень доволен в отличном настроении мы тоже можем сказать ты сегодня сияешь то есть у тебя отличное настроение северное сияние это свет зеленый синий красный который мы видим в небе когда темно в некоторых странах на севере нашей планеты официальное название это аврора бареалис и также у нас есть аврора австралис это на юге нашей планеты на южном полюсе но на южном полюсе меньше мест откуда мы можем увидеть это сияние поэтому я буду говорить сегодня о северном сиянии также потому что я жила я родилась в регионе в архангельской области где можно было видеть северное сияние и я его видела мне очень повезло я расскажу вам сегодня где можно увидеть северное сияние что это что это физически химически что это почему оно происходит то есть почему оно есть и дам вам несколько советов как можно увидеть северное сияние как я уже сказала северное сияние можно увидеть вокруг полюса вокруг северного полюса у нашей планеты есть два полюса северный и южный и есть страны территории которых находятся вокруг северного полюса это норвегия швеция исландия канада например юкон гренландия конечно сша например аляска и россия также конечно россия очень большая это самая большая страна в мире поэтому обычное северное сияние можно увидеть только в регионах россии вокруг северного полюса я скажу вам еще конкретно какие регионы это не так много стран не так много регионов поэтому если вы хотите увидеть северное сияние нужно поехать туда что такое северное сияние как она появляется мы с вами видим на земле такое прекрасное невероятное невероятный свет в небе но на самом деле это физический процесс электрический процесс между солнцем и землей земля это наша планета северное сияние это солнечный ветер мне кажется очень красиво солнечный ветер обычно мы с вами видим и чувствуем ветер на нашей планете но когда на солнце происходит взрыв вспышка то от солнца идет солнечный ветер взрыв это такой бум знаете что солнце это магма это очень жаркая звезда очень активная и там происходят то есть там есть взрывы и вспышки взрыв это как бум как динамит и вспышка мы можем сказать это свете например у фотоаппарата есть вспышка когда очень темно мы используем вспышку это такой очень интенсивный момент света кстати слово вспышка также может быть абстрактным например вспышка гриппа это когда в одном конкретном месте у нас много людей болеют гриппом мы говорим вспышка гриппа вспышка хорошее слово на солнце есть вспышка разные элементы от солнца летят к земле эти элементы мы говорим частицы частица это очень элементарный маленький элемент вещь база для других вещей это протоны и электроны дорогие слушатели я не специалист в физике электричестве поэтому я вам говорю что я прочитала в интернете протоны и электроны от солнца летят к земле очень очень быстро миллион миль в час солнце очень далеко от нас к счастью да миллион миль в час это как быстро они к нам летят кстати первым первым человеком который начал думать о северном сияние и объяснил северное сияние был михаил ломоносов очень известный русский ученый и физик и кстати он родился недалеко от моего родного города и я думаю что он видел это северное сияние конечно если он жил в архангельской области и наверное думал о нем и он первым предложил идею что может быть это электричество там есть какая-то электрическая есть электрический феномен электрическое явление и это правда потому что протоны и электроны это частицы электричество частицы значит элементы обычно когда на солнце вспышки и эти частицы этот ветер летит к земле у нашей планеты есть магнитное поле магнитосфера которая нас защищает от солнечного ветра от частиц солнца поле значит зона магнитное поле значит магнитная зона территория мы говорим магнитосфера защищает значит говорит стоп нельзя электронные протоны нельзя сюда заходить нельзя заходить в атмосферу до свидания и обычно мы не видим не чувствуем эти частицы от солнца но иногда у солнца очень очень сильная активность магнитная активность и солнце нам отправляет больше этих частиц электронов протонов больше ветра чем обычно и тогда наша магнитосфера не может нас защитить то есть не может сказать стоп и мы видим мы видим этот ветер но только на полюсах я смотрела видео специальное и это такая интересная интересная система как это работает но факт это то что этот ветер он только на полюсах на южном и на северном полюсе и что что такое северное сияние это когда эти частицы электрические протоны электроны они встречают наши газы газы нашей атмосферы например кислород водород и азот кислород это очень важный газ которым мы дышим да мы дышим кислород азот тоже газ и когда эти все частицы они вместе они встречаются они дают вот такой свет сияние северное сияние или южное сияние очень красиво то есть это электрический феномен я видела дорогие друзья я видела северное сияние потому что я родилась в архангельской области это не очень далеко от северного полюса это полярный полярная зона и да конечно там не так часто можно увидеть северное сияние как в мурманске но можно я видела посмотрите в интернете фотографии это просто фантастика это невероятно какие формы могут быть у северного сияние иногда это просто свет зеленый красный фиолетовый свет как когда утром мы видим небо но иногда это могут быть очень интересные формы эта форма как лента лента это длинный элемент текстильный ну как шарф знаете если у вас есть шарф это такой длинный элемент и этот шарф движется в небе это очень красиво это невероятно почему северное сияние может быть разных цветов это зависит от высоты то есть как высоко сколько километров где эта встреча солнечного ветра с атмосферой где это если это выше чем 150 километров это красный цвет вы понимаете 150 километров высота над атмосферой это очень очень высоко это красный свет 120 150 километров это будет желто зеленый свет обычная там этот цвет зеленый и ниже чем 120 километров это фиолетово-синий цвет когда мы видим эти ленты эти шарфы мы думаем что это как как облака на как что-то что недалеко но это очень очень далеко очень-очень высоко и длина одной такой ленты кого шарфа может быть 1500 километров только подумайте над этой цифрой дорогие слушатели 1500 километров длина ну конечно мы видим это как что-то что недалеко несколько советов теперь как можно увидеть северное сияние я должна сразу сказать что это трудно если вы не живете в этих регионах это трудно поймать поймать северное сияние поймать значит взять очень быстро одна моя знакомая русская мне рассказала такую историю знакомая значит не подруга но просто женщина которую я знаю ее муж француз хотел сделать ей сюрприз он хотел чтобы она увидела северное сияние и он выбрал период зимой и они поехали полетели в мурманск мурманск мурманская область это самый-самый-самый север россии это легендарный северный город кстати место регион где находится этот город это кольский полуостров кольский полуостров если вы смотрите на карту россии вы видите там финляндия швеция и кольский полуостров чуть-чуть как голова похоже на голову я родилась в архангельской области в северодвинске это недалеко от кольского полуострова это напротив кольского полуострова и они поехали полетели на кольский полуостров на три дня я думаю потому что он думал что зимой там северное сияние каждый день наверное кстати в этом году когда они туда поехали зимой не было снега но было очень холодно было неприятно и они ничего не увидели и это было конечно очень неприятно но это потому что мы не знаем мы не можем сказать что вот в этот день будет северное сияние поэтому это очень редко можно увидеть но можно во-первых конечно вы должны поехать в регион северный регион как можно дальше на север я уже сказала норвегия швеция в канаде в сша может быть на аляске и в россии россии это мурманская область архангельская область республика коми и красноярский край и конечно разные острова недалеко от северного полюса остров это земля и вокруг вода это остров нужно выбрать правильный период вообще я прочитала что в августе тоже можно увидеть северное сияние но обычно это зимой вообще это с сентября по март но идеальный период это с ноября по февраль ноябрь декабрь январь февраль специалисты по северному сиянию говорят что что самое красивое северное сияние можно увидеть ночью с 10 вечера до трех утра и конечно это должно быть ночью потому что на темном небе мы лучше видим сияние днем оно тоже есть это очень интересно днем оно тоже есть но мы его не видим в небе поэтому это должна быть ночь вечер ночь север недалеко от полюса лучше зимой лучше когда холодно и я сказала что мы не можем прогнозировать планировать северное сияние но это не так потому что мы можем следить за вспышками на солнце вспышка я уже сказала вам это момент когда что-то очень активное и на солнце есть вспышки когда мы видим что очень много света энергии какой-то момент и следить за вспышками значит контролировать мониторить эти вспышки есть специальная организация обсерватории которые следят за вспышками и публикуют у себя на сайте что вот была вспышка на солнце и это значит что через 25 дней может быть северное сияние почему 25 дней потому что этот ветер солнечный он идет летит до земли от двух до пяти дней минимум два максимум пять это значит что если вы живете например в санкт-петербурге или в москве и вы смотрите на сайте вы видите что на солнце была вспышка вы можете планировать путешествие на север в архангельскую область в мурманскую чтобы может быть увидеть там северное сияние эти обсерватории публикуют ки индекс к индекс это индекс магнитной активности к индекс что еще важно важно уехать из большого города потому что в большом городе много света из-за этого света мы не увидим северное сияние если вы в большом городе это 50 70 километров от города нужно уехать чтобы увидеть ясное небо ясная погода это погода без облаков это когда мы можем видеть звезды это тоже не факт да потому что зимой могут быть облака может быть северное сияние но мы его не увидим из-за облаков северное сияние я уже сказала происходит есть на высоте больше чем 100 километров поэтому конечно если есть облака мы его не увидим и последний совет чем дальше вы на севере тем больше шансов его увидеть конечно если вы едете в деревню на машине далеко от города зимой в россии смотреть на северное сияние дорогие друзья у вас должна быть машина полный бак бензина бак это контейнер и лучше еще взять с собой потому что например в карелии когда я была там мало места где можно купить бензин ночью поэтому очень важно теплая одежда теплая обувь горячий чай или кофе пожалуйста дорогие слушатели не шутите с зимней природой вот так я надеюсь что я вам дала желание увидеть северное сияние мне кажется это было интересно для людей которые любят интересуются природой физикой фотографии тоже путешествиями я видела что есть страны например норвегия финляндия швеция и тоже сша на аляске которые предлагают невероятный опыт невероятные интересные вещи в момент когда есть северное сияние например я видела что в швеции я думаю вы можете несколько дней жить в домике маленьком доме в лесу в деревне где потолок прозрачный потолок это в доме то что над вами над вашей головой и прозрачный значит вы можете видеть видеть небо это значит что если есть северное сияние вы можете видеть его из дома также я видела что есть регионы которые предлагают полеты на самолетах специальных самолетах в момент северного сияния самолет тоже с прозрачным потолком то есть вы можете видеть небо из самолета я не знаю сколько это стоит но это наверное просто фантастика если вы компания которая делает такие путешествия пригласите меня пожалуйста я готова в россии я не слышала таких невероятных предложениях бизнес идеи может быть это есть вы если вам интересно если вы едете в россию зимой может быть вы можете попробовать поймать северное сияние если у вас получится то есть если будет позитивный результат напишите мне и отправьте мне фотографию до скорого дорогие друзья пока пока